Так, какой тут ключ? О! Добро пожаловать в картонный отель! Ух ты, как тут круто! Мам, пап, идёте? Кеф слать! Ух ты, как здесь здорово! И места сколько, и стол есть даже! Обалдеть! Да, и правда, ничего себе! А тут, кажется, ещё и не одна комната! Их много! Мам, пап, залезайте! Вау! И правда, я думала, здесь будет меньше места! Достаточно просторно! Ну что, я вообще влезу после обеда! А зачем ты обедал, пап? Здесь же кормить будут в доме, в картонном! Ой, Билям, подожди! Всё, я пролез! Билям, я всё время кушаю, ты что, забыл? Да, закрывай дверь скорее! Посмотри, как тут круто, пап! Сейчас, Биль, ключи заберу только, а то вдруг кто-то нас здесь запрёт! Да кто у нас здесь запрёт? Здесь свежий воздух, красота кругом! Всё, я закрылся! А у меня тут окно! И посмотрите, какие штуки нам всё тут принесли! Здесь есть плейдос, чтобы лепить! Какие-то расчётки, чайники, картошка в сыре, пузыри, закуски и угощения! Ух ты, и правда! Смотри, зверопапа, нам тут дали! Угощение, наверное, да? Угу! Комплимент от отеля! Ммм, какой вкусный! Попробуй! Кажется, с сыром! Похоже, чипсы какие-то с запахом ног! Или... А, пап, это от тебя пахнет! Я думал, с запахом ног! Ты что пачку нашу забрал? На чём мы сели, как неродные? Пойдёмте лучше осмотримся, что у нас тут есть! А то все ли все в гостиной и ничего не делаем! А здесь есть дырка, смотрите! Можно гулять, ходить иногда! Сладь, а ты куда пошёл, Сладь? Сейчас приду, я попишусь! Итак, ребята, давайте сделаем небольшой рум-тур! Здесь у нас из гостиной есть вот такая вот дверь, которая ведёт в... Опа-на! Это спальня, мам! Смотри, как уютно! Здесь есть подушки, поп-ит и какой-то букет! Ух ты, кровати! А дальше плед! Мы, кажется, здесь все вместе поместимся! Да, ребята, минус нашего картонного отеля в том, что это мини-отель, и, кажется, спать нам всем придётся в одной комнате! Я выбираю место на пледе! Нет, Билли, пледом мы будем накрываться все вместе! Мы будем спать на картоне, на подушках и накрываться пледиком! Ну, кому-то вот достанется кровать! Так, давайте теперь уйдём из этой комнаты! Да, это правда уютная комната! И там так много места! О, мам! Ты знаешь, где папа со Сладей? Где, Билли? Они в игровой! Посмотри, там игровая! Ой, вы что играете? Мы укачиваем Лялю, тихо! Спит она уже! Дочки матери! Только я не дочка, а сыночка! А он матерь! Ого! Ничего себе! Так, здесь у нас есть поилка для котов! Какая-то игрушечная плита! Зверопапа, а что там сзади тебя? Я ничего не вижу! А у нас тут книжка есть! Книжка! О, туннель! Еще вот такая точка-туннель, да! Туннель для котов! А где же его тут расстелить? Тут и места-то особо нету! Можно переход из комнат сделать! Да, можно вот так вот его расстелить! Или вон туда, например! И он у нас будет лежать в гостиной! Вот это круто! Так, Кевин, тебе нравится в отеле? Ты уже осмотрелся? Да, мам, мне нравится! Только, чего там, папа? Ого! Ничего себе! Это что, туннель? Да, Кевин, хочешь попробовать? Ну, не знаю, мам, я там не застряну? Нет, конечно, пойдем попробуем! Так, зверопапа, а где нам заходить в туннель? Подскажи, пожалуйста! Ну, либо здесь давайте отправим путешествие! Ой-ой-ой, Кевин, аккуратно! Заходи, Кевин! Ой, мам, да тут места много! Ничего себе! Чувствую себя каким-то добытчиком-разведчиком! Ух ты! А здесь тупик! Эй, тут тупик! Мам, пап, я пошел в спальню! Здесь очень уютно! Ух ты, мам! Здесь кроватка для меня даже есть! И подувки! А здесь такие окна большие! Как будто панорамные! Через них можно выпрыгнуть, мам! На улице, если хочешь погулять! Неудивительно, что в доме нет лоточка! Ведь если хочешь выйти, всегда можно прыгнуть через окошко! Мне тут нравится! Только знаете, в чем минус этого картонного отеля? В том, что тут совершенно нету крыши! И если пойдет дождь, мы будем все намокшие! Эй, котики! Вы что тут делаете? Можно мне с вами посидеть? Меня что-то в сон клонит! Я устал! Пока мы ехали в картонный отель, мне так спать захотелось! Думаю, вы понимаете! Плюс еще погода такая! В общем, облачно сегодня! Кажется, дождь начинается! Я спать хочу! Сладя, давай постелим Бильке кроватку! Он очень устал и хочет спать! Ты иди пока вот здесь посиди, а мы сделаем ложи для Бильки! Кевин, можно тебя попросить? Так, тебе держи подушечку! Мам, да я могу и тут приютиться! Мне нормально будет! Нет, давай лучше на кроватке, Биляш! Так, вставай! Сделаем тебе кроватку уютненькую! И с одной стороны вот такую вот накрывашечку подвинем все сюда! Вау, мам, правда классно! И накрываемся! Вот так вот! Все, Билли, ложись баю-бай! Да, правда так поспишь! Классно, просто супер! Биллин сон всегда короткий! Я не успеваю даже пупыльку попыть да лопать, как он уже просыпается! Потому что пупылька очень большая, собаки столько не спят! Мы активные существа, нам надо движение! Поэтому я подремлю еще минут 10! Мол, ты пока попробуй лопни попытку! Ну что, ты уже проснулся? Вот все прям как я и говорил! Стоило мне даже не долопать до конца, ты уже проснулся! Ну я быстро до нас просыпаюсь! Это же хорошо, будет больше времени! Ну это да, ты прав! Пап, что там делаешь? Кошаю! Ты что, все еще чипсы ешь? Да! Тебе плохо не станет? У-у-у! Нет, ты ешь уже целый час! Можешь, пожалуйста, мне пузыри подуть? Я так хочу их полопать! Я обожаю лопающиеся пузырики! О, просто супер! С бананом они с ароматом будут? Вдоль большие! Это маленькие! Я просил большие! Вот такие! Да, примерно такого размера! Чтобы яма вот у тебя на ногу села! Видел? Ой, пап, как здорово! Я тоже хочу ловить! Можно мне? Дед, хватит! Ха-ха-ха, ну не хватит! Мне не надо шикатать! Мне не надо шикатать! Ну отпусти меня, дед! Это не тесно! Где ты меня так зашикатал? Дед, отстань! Все, я пошел в игровую играть! Войди, пожалуйста! Дед, это не смешно! Не смешно! Ну что ты меня зашикатку сделал? Дед, ааа! Ты мне лапу зашипелил! Посмотри, как! Это не надо! Все, хватит, дед! Я пошел играть в игровую, хорошо? Иди! Давай! Садун, игровая там! А, здесь нет прохода, да? Нет, давай, я тебе помогу! Вот туда надо! Заходи! О, я буду играть в коляску! Или в этот читать книжку! В общем, я придумаю! Или буду пугать тебя из трубы! А вы что будете делать? Мам, пап, а может, пока там Слади играет, мы с пластилина полепим? Я видел там, в прихожей, на столике стоял пластилин плейдо! И можно слепить! У кого круче получится? Биль! Биль! Я тоже буду! Я тоже хотел! Я обожаю! Я буду судьей, кто из вас лучше слепит! Боулинг! Ого! Страйк! Зверопапа, что это такое за количество пластилина? Мам, это что? Ну, это тот самый пластилин, про который ты говоришь! Ого! Ничего себе! Это весь? Да! А что, мало что ли вам? Нет, наоборот, очень много! Что-то здесь три... Четыре розовых! Так нам надо разделить, кому какой, чтобы у всех было одинаковое количество! Каждому по-зеленому, каждому по-синему, каждому по-оранжевому! Вау! Это будет круто! Так... По-желтому... Так... Ну что, Кевин и Билли, я предлагаю разделиться на команды. Кевин, мы, наверное, будем с тобой лепить, а Миша будут с Билькой. Да, я буду с папой. Папа лучше лепит, чем мама. Только спать охота! Билли, да ладно, хватит спать, давай просыпайся. Говорят, чтобы не спать, надо вот так вот почесать ушки. Мам, меня наоборот убаюкиваешь массажем. Залез, пап? Залезаю, Кев. Так, опаньки, я тут с вами вообще помещусь. Да, поместишься, пап. Ой, только спать охота. Билли, ты уже 50 раз сказал, что тебе спать охота. Ну, в принципе, мы поместились. Ну что, предлагай начать лепку. Давайте сейчас, например, мы слепим меня, котика Кевина. Папа из своего пластилина и мама из своего. Вот этот, бери, мам. И у кого лучше получится, тому плюс один балл. Ого, какая непростая задача. У меня даже нету цветов Кевина. У меня тоже. Может, он станет внепланетянином? Черный, розовый, голубой, синий. Ты из какого цвета будешь лепить? Я буду оранжевый. А я голубой. Вот это, Кевин, твое тело. Ты чего, мам, с ума сойти шла? Папа, я не такой огромный. Фу, я не такой вонючий. Зверопап, где тут что? Я пока делаю. Ничего не могу, ничего показать. У меня в голове, видишь, что здесь трещина пошла? У меня нет трещины в голове, папа. Кевин, да это я еще леплю. И не забудь вот эти вот штучки на ножках слепить. Хик-хик-хик. Мам, секунду, не надо секунду. Мам, не надо секунду. А ты засекочешь и засекочешь. Здесь есть специальная кнопочка, на которую можно нажать, и у катарши перится лапа. Почему-то у Кевина она не работает. Не работает. Кевин, у тебя под хвостом живет жирность. Вот, у меня будет вот это вот, Кевин. Жирный такой батон хлеба. Такой большой. Фишка Кевина в том, за что его все очень любят, это то, что у него большая и квадратная голова. Давайте попробуем ее приделать. Мам, у меня не квадратная голова. Ты чего придумаешь, она круглая? Ты чего меня притразниваешь, мам? Ой, зверопапа, что-то тут у тебя все падает. Да, я же на скорость делаю. Ой, это такой Кевин у тебя получается? Кевин, ну что, мы готовы тебе представить тебя. Раз, два, три, зверопапа. Ой, папа, тебе хоть похоже. Мам, тебе белка. Папа, ты не похоже. Где, где голова Кевина? Нарис, смотри, сейчас голова должна подойти. Мам, папа, вы что? Я даже смотреть не хочу. Отвернусь и не буду смотреть. Кевин, ну скажи, похоже. Ну, на белку, да, глаза только не похожи. Не знаю, мам, это ни на что не похоже. Вот же Кевин. Папа, это не я, пап. Билля, ты в порядке? Ты в порядке, Билля? Мам, ты чего орешь, я спал. Ой, что это за родство? Я даже смотреть не хочу. Кошмар. Это что, белка? Билля, а у меня похоже на Кевина? Нет, папа, не похоже. Убери это от меня. С моей кровати. Я сладко спала, вы тут такое мне пронесли. Ребята, Лера заснула. А я пока что закажу доставочку нам в номер. Должны же что-то нам, наверное, покушать, перевезти. В таком хорошем отеле картонном. Ладик, а что доставку привезли? О, здравствуйте. Сейчас я вам открою. Нам принесли аппетитные хлопья. Но, правда, почему-то такая маленькая порция. Это что, дед? Это хлопья с молоком. Какие-то эксклюзивные, как нам сказали, от отеля. А почему только две порции? Нас же много тут. Потому что вам нельзя молоко и хлопья сладкие. Так, Зая, давай вставай там, проходи сюда. Дай мне сюда, я тут буду кушать. Сладь, хочешь со мной? Да, бабки, хлопья обожаю. И молоко обожаю. Это вообще моя стихия. Подожди, Сладь, давай сначала я поем. А то ты все съешь. Подожди. Кевин, смотри, что привезли. О, мам, хлопья с молоком? Это я люблю. Подожди, сначала я. Биль. Мам, ну я спать хочу. Хватит меня будить. Мне не интересно. Ешьте сами, оставьте одну. Ой, баба. Подожди, подожди, Сладь, сначала же я. На мне хоть ложечку. Мам, где-то меня, зверопапа. Вот так маленькую порцию принесли, я не наелась. Мам, где-то я из-за тебя не наелся. Села все сама, а котенку сладую, но игру не оставил. Тоже хотел. Ты-то хотя бы покушать хлопья. Субарь себе наглый. Я ела, он мне прям в тарелку лез. Ты же видел, зверопап? Видел. Мам, он сейчас все выпьет, а мне ничего не останется. Подожди, Сладь, давай Кевину дадим. Спасибо, мам, потому что вот ты один раз нам так дала что-то со Сладей, и он все выпил, а мне вообще ничего не досталось. Ты мне на голову между братьем каплю с молоком. Мам, дай еще ложечку. А тут уже с ладони почти все допил, Кевин. Ну вот, наверное, последнее. Спасибо, хоть какое-то. О, нет, я такое не люблю. Фу, хлопья, да еще и с молоком. Ну как мне выйти отсюда? Какие-то неприятные хлопья вы ели. Вот Космостарс я, да, я обожаю. Или эти синие минис. Эй, Сладь, а ты где, Сладь? Я Писик. Ммм, какие вкусные, Бель. А ты можешь в руки взять одну хлопьину и мне как бы подать? Именно хлопьину, я молоко не хочу. Да, вот так. Спасибо, пап. Вот так это вкусно. Ты же знаешь, я ложку боюсь и тарелку боюсь. А мне Сладьи с Кевином знаешь, что сделали, пап? Поставили, короче, прям накрывать тарелку. А я это боюсь. Ага, прикалывается, пап. Давай над ними тоже прикалемся как-нибудь. Давай, какой пранк сделаем? Угу. Давай. Слушай, есть идея. Давай, короче, заманим Кевина в игровую комнату. Да? Вот. И будем на него выглядывать из-за двери, и он будет мяукать. Давай, а потом накроем его трубой. Да, давай, точно. Прикол? Да. Давай. Кевин, привет. Слушай, не хочешь с нами в игровую сходить? Да нет, а что такое? Да там кое-что прикольное будет. Сейчас играть будем. Давай, заходи в игровую. Там новая игрушка, Кев. Пойдем, пойдем. Там прикольно, правда. Тебе понравится. Погнали в игровую. Ой, пап, ты что, в игровой? Ты меня напугать хотел, пап. Пап, страшно. Пап, ты где пап? Папа. Папа. Опять пранки ваши. Папа. Или это не папа? Биль, статареза, говоришь, по коже какой-то. Пап. Ай, пап, это что ты там? Ого, пап, нифига, ты что, окно сломал? Ну что, что делать будем? Не знаю, Биль. Как тебе идея немножко причесаться? У меня уже шерст не расчесывалась давно. Ну давай тогда полежим вот так и маму позовем. Зверодетки, я все слышу хорошо. Сейчас я вас всех расчешу. Ой, а я, пожалуй, ужастик какой-нибудь посмотрю, пойду. Ужастик, зверопапа? Подожди, так непричесанным нельзя смотреть ужастик. Это, прости, ты почему орешка? А ты вообще-то не орут, когда их расчесывают? Так, какой Кевин расчесанный сразу становится. Причесанный мальчик. Кевин, у тебя глазки слезятся из-за солнышка. Мам, я просто стараюсь жмуриться, чтобы солнце не попадало на оболочку глаза. Правильно, Кевин, ты мой мурчашечка. Мурчашечка, мурчашечка. Ой, мурчашечка моя, мурчашечка, мурчашечка. Мне просто нравится, когда ты меня расчесываешь. Мне тоже нравится тебя расчесывать. Давай животик. Главное, чтобы не было колтунов. У нас уже, ребята, несколько раз было такое, что мы приходили в салон Кевина стрич, а у него там на животике образовывались колтуны. Надо не забывать расчесывать еще и животик. Давай чуть-чуть спинку почешем. Ну, вставай, Кев. Мам, удобно сел. Вот ты вот так вот иди, а я тебя буду чесать. Так, эй, эй, все что ли? Да, мам, я на подушке побуду. Кевин! Ты что, пошел спать? Ну да. Теперь я расчесываться. Я собака гладкошерстная, мам. Меня можно чуть-чуть. Я не люблю расчесываться. Я не люблю, мам. Ну чуть-чуть, Билли. Просто для приличия. Ладно. Все хватит. Да, Билли, недолго мы расчесывались. Я тебя люблю без расчески. Ладно, давай без расчески. Билечка мой. Билечку мой, Билечку мой, Лапусин. Мой Лапусин. Мой Лапусин. Давай поиграем с тобой. Давай, мам, пошли. Где, где игрушки? Где, где мои игрушки, мама? Я хочу играть. А где игрушек? Игрушек нету. Подожди, Билли. Давай возьмем крышечку от Плей-До. Давай, мам. И ты будешь за ней бегать, хорошо? Да, мам, хочу. Так, давай, ты должен будешь ее найти. Три, два, один, ищи. Мам, это очень легкое задание. Вот она, крышечка. Нести или что? Биллика, у меня для тебя другое предложение. Я беру вот так вот две картошины. Видишь, какие вкусные? Да, мамочка. Так, одну из них я все-таки уберу на стол. И одну я из них спрячу в руке. И ты должен угадать, в какой руке. Если правильно угадываешь, тебе подарок. Какой? Ну, съешь ее. Угадывай. Вот в этом, мам. Ты что? Здесь ничего нету. Ладно, Вилька, она была тут. Но ты старался, поэтому все равно бери. Спасибо, мам. Угар, угар. Мам, мам, смотри, что я с папой сделал. Билли, ты что? Ему же дышать будет нечем. Ай, что вообще тучит? Сверопапа! Что это на мне? Надо бежать скорее. Офигели что ли? Как можно такую книжку было на меня положить? За это что, совсем что ли? Вообще-то это не я. Это вот это вот псина сделала. А потом он меня позвал. Что ты так папу пранкуешь? Не надо, он мог задохнуться. Зверопапа, мне скучно. Давай поиграем в крестики-нолики, а? Давай. И где ты планируешь играть? Ну, прямо на картоне. Я здесь нашла перманентный маркер. А нам ничего потом не скажут? Мы никому не скажем, что это мы. Рисуем поле. Я ставлю крестик. На, твоя очередь. О, крестик, и я выиграла. Да это я выиграл, это неправильно. Так, ладно, рисуем заново. На, ты ставишь первый теперь. Опять ничья. Ладно, Зверопапа, давайте нарисуем тебе кошачьи усы. Нет, не надо, не надо. Зверопапа, уже солнце скоро сядет. Может, спать пойдем? Я уже вообще сплю. Потому что ты засыпал за компьютером. Поползли в комнату. Что, эту книжку на меня положили? Да ты толстый, спи там. Ой, ну давай тогда как-нибудь вот так. Кевина, например. Пап, ну что это такое, то, что ты спишь, блин, на весь отель? У тебя ноги заканчиваются там, где начинается вход. Это не дело быть таким толстым. Ну давайте лучше с мамой худейте. Надоели уже пепси с дошираком есть. Нигде не поместишься с вами. Точно, пепси. Надо сходить в магазин за ней. Ты что, папа? Холодная пепси. Ммм. А я тогда здесь, постой. Конечно, это не те удобства, как дома. Подождите, зверопапа. А где Сладун? Его в игровой нету. Нигде нет. Посмотри, пожалуйста, в игровой. Вдруг он там где-то в коляске. Сладун, где ты? Сладун. Так, а где мой телефон? Ну-ка. Может, он потер... Сообщение от Сладуни. Что? Что там за... Баба и деда меня не ищите. Я ушел на свидание с кошечкой Муркой. Она немного странная, но мне нравится. Буду не сегодня. Что? Еще не на ночь глядя. Блин, наверняка что-нибудь выложит на свой канал. Кошачья история ужасов. Ну ладно, что делать. Тогда посмотрим на его канале, как прошло усудание. Сами пойдем спать. Знаете, чует мой хвост. Что-то там нехорошее намечается. Да, это правда. Сладун умеет во всякие авантюры ввязаться. Может, пойдем его поищем, а, Кеф? Да нет, ты что, со мной зашел. Я спать уже буду. Искать не будем. Мы все равно его не найдем. Он, о как, прячется. Ладно, тогда я спать на свое место. Мое место не занимать. Пройдай, билька.